всем добрый день друзья перед вами церапея одна из церапейки это церапея вуду ну вот такое замечательное растение основное его свойство это неприхотливость я обожаю такие растения вы знаете что при минимуме усилий мы получаем максимум эстетики да и растение тебя радует своим внешним видом цветением и быстро развиваются на самом деле интересно именно то что растение быстро развиваются мы видим все этапы его развития этой весной это был наверное пожалуй да это было начало апреля одна моя подруга меня угостила клубе не очкам сказала что это сюрприз я в принципе посадила клубе не очаговый грунт и стала ожидать не что подруга шутница я думала что это возможно какая-то ну может лилия да или может колла ну такого клубе не очка никогда не видела в руках не держала и поэтому была весьма удивлена когда растение весной стало очень быстро развиваться и появилась какая-то лианка до вопреки моим ожиданиям оказалось что это никакая не луковичная культура и никакая не калла и вот в итоге вот за эти летние месяцы у меня наросло вот такая лохматушка значит как посадила клубе не чик заглубила буквально на сантиметр в грунт присыпала землей все грунт здесь такой универсальные добавлено немножечко сюда песочка перлита то есть он такой дышащий грунт ничего особенного и немножко перегной чека поливала очень редко потому что испарять растению нечем было и вот через какое-то время у меня появился проросточек стал быстро-быстро развиваться и за время моего отсутствия в отпуске нарастил солидную шевелюрку лянки эти очень активно разлазиться куда попало в соседние горшки вот вам пример видите здесь у меня растет гиоксина лианка попала приросла сюда выкапывать пока не буду хочу чтобы это было отдельное растение но выкопать конечно придется потому что гиоксина и церапегия совершенно в разном ритме поливаются эту отводочку нужно будет отделить и вот так наглядно вам показываю как она может размножаться то есть если она залезла в соседний горшочек приземлилась там вы присыпали землей я даже не присыпала но тем не менее она удачно приросла и ее вот так просто не выдернешь там скорее всего уже сформировался клубенечек которые ну есть таким прида . вот смотрите вот он здесь есть и по всем длине лианок клубенечки формируются естественно же они и здесь есть видите в горшке там где корневище это хороший такой вариант размножения то есть вот мне дали клубенечек и у меня проросток оттуда пошел и сам побег укореняясь вот так вот в земле тоже дает молодое растение хорошо также черенкуется то есть нарезаете на два междоузли одно в грунт вот там где есть листочки второе снаружи и делаете тепличку и очень быстро буквально через две недели начинают отрастать новые побеги так по содержанию первое что очень нужно растению это яркий свет у меня здесь весьма такое пекущее солнце летом это с пол первого и до самого заката но растение я не притеняла так она у меня здесь и росло и весьма как видите успешно значит никаких ожогов на листьях не было и пожалуй солнце это основное требование для растения тогда она сплошь покрыта листочками не теряет их и будет хорошо цвести у меня цветет все лето вот можете видеть по всей длине наших побега есть цветочки ну вот такая вот красота мне спрашивают что это говорю да это цветочки все удивляются ночью нечто такое необычное сам листочек расписной и толстенькие как у суккулентов так полив полив ритм вот здесь у меня смотрите посажена красу к хоббит видите вот в таком ритме мы поливаемся то есть полив по просушке грунта если вы очень и очень сильно пересушите грунт конечно же посыпятся листья может даже отсохнуть побег и потом наращивать все по новому это довольно долго поэтому просто дожидаетесь чтобы горшочек просох где-то приблизительно до половины вот у меня такой неглубокий горшочек вот опускаю палец в горшок щупаю а просохла до половины полила все и так до следующего раза по удобрениям да я удобряю в большим количеством разведения она всеядно то есть подходят практически любые абсолютно удобрения большое разведение как удобряю есть видео можете посмотреть дальше что полив удобрения свет ничем не поражалось у меня здесь и буй стал паутинный клещ видно не любит паутинный клещ мою церапегию и чему я очень рада вот и конечно же никаких вредителей кроме ну вот потенциального паутинного клеща здесь у меня больше не было поэтому все нормально спокойно а какие-то болезни могут появляются при условии если вы ну или переливаете растения либо засушили а потом обильно полили и растение таким образом либо подсушила свои побеги либо потом вы ее ну перелили она сгнила и вот тогда уже развиваются какие-то гнили с которыми нужно бороться а если же нет каких-то перекосов в уходе то растение весьма успешно развивается хорошо себя чувствуют и радует вас каскадом листьев и цветочков ну пожалуй это все что вам хотела сказать про церапегию вуда если попадется конечно же берите растение безусловно неприхотливое такое как я люблю без проблем друзья до скорых встреч